Привет, мужики и мадамы! Сегодня у нас премиумная ПТ восьмого уровня СУ-130ПМ, которая мне выпала в новогодних карабасов. Я, конечно, дико извиняюсь, ну, там прикольный, ну, ПТшка в смысле, но это ПТ, кустосерия, то есть создана для того, чтобы убивать тихо, незаметно, из кустов врага. Зачем ей на нос прихреначили вот этот вот прожектор? Зеркало вот это? Для чего? Еще бы манок для кабанов ей повесили, чтобы там крякало из кустов. Для чего это сделано? Я не понимаю. Ладно, короче, не туда я доколупался. В общем, аппарат бодрый, довольно-таки быстрый, классное пробитие, урон там по пять соток насобачивает, КД там 11 секунд с копейками. Ну, оборудую ей там досылатель, рога, приводонаводки. ББшек для одноклассников, даже для девяток вполне достаточно. Иногда можно, конечно, голду заряжать, но не столь важно. Ну, фугасики я с собой всегда таскаю пару штук, здесь пять взял, потому что у нее и там снарядов много. А по экипажу, ну, вот на Новый год здесь, конечно, понападало вот этих вот всяких мадамов. Пенсионер вот этот вот еще времен Хрущева, видимо. Ну, с ним мадамы, естественно, по любви, а не из-за того, что они там за ним дохаживают, хотят Хрущевку там в бутылу отжать. В общем, перков у них достаточно, поэтому я полный вагон этих ребят сажал. В общем, они за рулем этого зеркального аппарата. Но, видимо, из-за того, что вот этот вот дедок у нас в шапке летчика, этот летчик-лисица, он очень любит заставлять мой аппарат падать со скалы. В душе это, видимо, какой-то самолет, либо вертолет, но в итоге падает, как котлета постоянно. Ну, не важно, поехали, в общем, выкатим его, шатаем-ка вы. Погнали. И вот нас закинуло в промзону. Стандартный бой. Против девяточек. Девяточек, конечно, не так много, но они есть. Есть по кому покидать, пробития достаточно. Будем насовывать и хп-шечку отнимать. И я не один такой хитрожопый, еду в кусты около трупов. Поиграем сейчас в кустосерию. Ну, ПТ. Я не очень люблю ПТ, поэтому... Сейчас сначала в кустах чуть постоим, потом посмотрим, куда их. Ну, и стерва подстала в мой куст. Вот в мой. Едется более нагло стоять. Блайндов ловить можно. Из струнов сначала. Не туда. Нет, не засветился. Далековато стал от кустов. И отлично, никто не светит. Что происходит? У меня мышь глючен. Что-то не то. Отпустил. Ну. Куда он полез-то? Вот это вот интересный был этот. Навскидочку такой. Шмальдись. Чёрт-блат, так сказать. И струна одного откувырнули. Вот что мне не нравится в этой ПТ-шке. У него всё-таки фиксированные горизонтальные углы. Мне приходится корпусом доворачиваться. Не люблю я это. Ну. Ну. Покажи свою чеколду. Давай. Давай. Учё какой? А тётя там стоишь. Как хорошо-то, а? 520 урона, 454 по гусле. Копилочку. Чё ты, косарик сразу прям прилип. За один шот. Смарочки. Учё какой? Стой. Стой. На. Вот сейчас засветился. Сейчас скорее всего засветил. Да. Мы уходим. Мы уходим. Арты нету. Всё прекрасно. Счёт 5-2. Ещё даже можно чуть-чуть по цыганечку. Нет. Тут чё-то как-то опасно. Трубы обстреливают. Не, ну. Я, конечно, сильно барагозил. Сначала, когда узнал, что у этой ПТшки всё-таки башня не на 360 градусов крутится. Но! Почти на 180. Почти. То есть это не так критично. Например, вот у гриля мне вообще не нравится, как у него зафиксировано. Там вообще всем корпусом надо крутить. А он ещё такой сарай длинный. И вообще неудобно. Очень пожалел, что я вкачал. Когда-то хотел вофендрагер Е100. А достался этот страус сам. Эй, тут хоть анекдот рассказывают. Реально. Вот как можно играть на ПТ? Просто сидеть в кустах. Теребонькать. Можжевельник вот этот. Ягод нет. Мне это надоело. Чё ты тыкаешь? Чё ты ты тыкаешь? Отменный урон, блядь. Чё я должен по-твоему сделать? Воевать идти? Ты мне засвети аллею. Это насую. Соус. Соус. Сосят он там. У тебя какой? Хуяси. Чё ты тут такой дерзкий приехал? Там муц, наверное, немного это. Подпортил воздух. Если без вентилятора едет, плохо ему. Конечно, полено не особо большое метается из сушки. Но, тем не менее, перед муцом пролетело, чтобы вазик растоптать. Не, блин, мне надоело. Мне надоело здесь стоять. Это вот серьезно. Ну, чё здесь делать? Всё. Переходим в режим эстэ. Мой любимый режим. Мой любимый режим. И мы вперёд бежим. Стихи теперь сочиняем. Ну, кустосели пусть там сзади остаются. И Шкода, и Стихи. Стихи тоже куда-то поехала, кстати. Ему тоже надоело стоять в кустыню. Яга вряд ли выбежит. Так не надо в затылку забегать. Конёк-горбунёк остался один. Паттон или опёрт? Выбегайте. Выбегайте, вы убивайте. Давайте, выбегайте. Ну, не так же буквально, а. Ну, вы бы сначала выбежали, чтобы я пострелял по вам. А потом уже убили бы коня. Но так я просто чё-то как-то его. Сглазил немного коня. Сглаженный конь. Как-то странно звучит. Вот вроде и в СТ режим перешёл. Вроде вот и посреди карты бегаю. А, всё равно скучно. Надо как-то это исправить. Ну, где вазик, бежать я не хочу. Я побегу по центру. Меня, возможно. Засветит. Нет, он уже не выйдет. Даже если выйдет, то я до него даже снаряд тратить не хочу. 13 хп. Ну, нахер мне нужен 13 хп. Ему ещё быка оторвало. Слушай, ну, какое надо было плохое зло в прошлой жизни сделать, чтобы тебя так вот наказывали теперь. Изуродовали, как бог-черепаху. Ещё быка оторвали перед смертью. Давай, фраер, сдай назад. Давай. Ну, где твоя филейная часть? Давай. Ой, тёть, 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 тёть. Ты чё? Ты чё жопой чуешь, что ли? На! Жопа чуйка. Так, яга. Ну, спереди на неё выбегать смысла нет, потому что у нас ещё... Две сушки. Две сушки, не сушки. Сушки, сушки. И падам. А вот от Паттона, вот она башка от Паттона. На! Сука, как в кирпич-то, блядь! Почему в кирпич? Почему? Там прям, ну, прям, смачная башка его вот это вот была. Ну, давай. Он тоже решил кирпич убить. Нет. Чует моё сердце, что... Ну да, теперь ещё уголь прибью. Чует моё сердце, что здесь находиться... не нужно. Центурин, не ходи туда, там что-то как-то опасно. Да. Предсказание сбылось. Так, чуть-чуть пододвинем, чтобы из-за него выглядывать. Как? Ты чём? Ты же ещё даже не появлялся, почему-то мне всветил. Алё? А, это ты не ты всветил, это у нас сушка. Да ты сколько тут металлолома-то стоит, а? Нашего при чём? Попередохли тут в одной точке все. Ну, конечно. Конечно, в этот фонарь с саной мне прилетело, по-любому. Только он здесь торчал. Нахрена придумали вообще на этот танк такой, фонарь ещё, сука, в него урон впитывается. Ни ага. Правильно, затылком повернись. Куда ещё? Так, у нас осталось две сушки. Сушки, не сушки. А у нас четверо. Стерва. Приехал он сюда. Там в кустах постоял, в моём кусте. Ты чё, дурак? Они тебя видят. Они тебя убьют сейчас просто. Просто изничтожат. Ну, собственно, они это и сделали. Так. Обид там. Да ты что? А я думал, они к нам на базу, блядь, приплыли. Или через телепорт прилетели. Вот это вот прям 584. Ни хераси. Что за вкусно заехал? Так, Мудс, братик, ты... Ты как-то рискованно едешь, честно. Я, конечно, откадышился. Я сейчас одного из двух, скорее всего, заберу, если не тот, который там 600 с чем-то. Ну да, поднимайся здесь. Не едь туда. Ну они же в углу. Они же в углу. Тебе надо там подняться. Здесь ты даже, если не спукнуть не успеешь, как тебе в ангар путевку выпишут. Особенно, если он там около упавшей елки валяется. Я посередине поцелюсь. Ну да, он у упавшей елки. Так. Два на два. Два на раз. Засетился? Не засетился. Значит, он очень глубоко в угол засел. Очень глубоко. Итак. Все братушки полегли, подкрепление не прислали. Но засталось только два, нас с тобой наебали. Посвечу. Не свети. Не свети. Не, ну Муц ты, конечно, помог. Молодец. Захват встань, пожалуйста. Просто встань на захват. Просто не свети. Не надо. Я раз на раз... Ай-яй-яй-яй. Это тут плохо. Теперь я шотный. Шотный допиздевшийся. Ланцер, встань, пожалуйста, на захват. Просто выманивай его. Давай. Крякай своим гудком. Манкон для уток. Давай, крякай там, сиди. Зазывай его сюда. Трюселями красными. Пидорга этого. Это душно, кстати. Я прям чувствую, как сердцебиение усиливается. Я шотный, он нет. Если он меня убивает, то ланцеру пизда. Он ланцеру точно убьет. Я прям чувствую, как у меня сердце в жопу закатывается. Тихо сидеть. Прислушиваться. Кто-то едет. Сука может выбирать в любой момент. Просто внезапно выбирать, сука, я обосрусь. Где ты? Где ты? Покажи. Покажи свою морду тварь. Где ты? Сука, страшно же. Реально страшно, стрёмно сидеть здесь. Где ты? Там захват идет, давай выберем. Ай-яй-яй-яй! Ай! Сука, он бежит, как быстро, блядь! Не доворачивается, божествуй! Вот это комбо. Как он, как он четенько прям, прям шот в шот. Ништяк. А вот, собственно говоря, и мастеросик. 3800 накидано, 800 нас опорчено. 1390 чистого опыта. В общем, танчик классный. ПТшка здоровская. Фармит неплохо. Так что, если вы советских ПТшек качаете, и думаете, какой прем танк взять, я рекомендую. Я не любитель ПТ, вообще этих кустасир не очень люблю, но это мне прям понравилось. Из всех премиумных ПТ восьмого уровня, которых у меня целых три, это мне больше всех нравится. Вот, а теперь перейдем к нашей уже сложившейся традиции, к зачитыванию ваших комментариев, которые мне прям в душу запали. Которыми я поулыбался, либо прям вот захотелось на них ответить. Итак, первый. Вэтс написал, спасибо, вот прикольная дорогая редакция. Рубец рассосался, нога срослась, герпес прошел. Большая просьба делать ролики более 15 минут, так как вода не успевает зарядиться до 100%. Уважаемый слушатель. Не зритель. У зрителя, у слушателя. В общем, я в лице редакции. Очень рад за тебя, что у тебя там все срослось, все помоглось, все спаслось. Ты, главное, если у тебя там с зарядкой проблемы какие-нибудь, ты на репит ставь. Там можно тогда прям юзать во время зарядки. Слышишь, да, ты вот как телефон на зарядку поставил, а можешь дальше в интернете сидеть. Вот и здесь такая же тема. А больше 15 минут редко выходит, так что сорян. Как выходит, так выходит. Следующий. Артем Тамилов написал. Вот четкие приколы в каждом ролике. Кинь адрес, я тебе меду, говорит, вышли по почте. Не надо. Я, конечно, медоед, но мед я не очень есть люблю. Каламбур вот такой получился. Но за предложение спасибо. И третий комментарий прислал Вадим Порошин. Светляк говорит пеструн, а ПТ тогда может жмых. Особенно бабах. АТТ надавыше. Не знаю, куда выше. Это вот там ухо, они тайп хэви. Эти вот алкаши, они там повыше, да. Вот надавищи, скорее всего. Вот надавищи, выдавищи. Это нормально. А вот прожмых, вот куста серия. Куста серия, это самое нормальное вообще понятие для ПТ. Куста серия. Так и запишем. И, ребята, всем вам, кто досматривает до конца, большое, прям человеческое спасибо за то, что в прошлый раз танковые нарезки вы досмотрели и поучаствовали в схематозе. Писали в комментах хэштеги, теги и прочие там ключевые слова, которые я вас попросил. На самом деле это помогло. То есть мне очень не повезло с тем, что мне YouTube сразу не дал монетизацию на ролик. А как немногим известно, наверное, если на ролике нет монетизации, то YouTube самому это экономически невыгодно продвигать. То есть он на этом не зарабатывает, он рекламу в это не пихает, и поэтому в рекомендации пихать это тоже ему не интересно. Но вы налайкали, комментов написали, и тем не менее ролик довольно-таки немало уже просмотров набрал. За это вам прям огромное человеческое спасибо. Молодцы. Лубло вас и обожаю, красавчики. Всем спасибо. Пока.